друзья всем привет сейчас утро понедельник 16 августа именно с этого момента я хочу начать свой влог потому что именно здесь когда-то 25 лет назад я выходил но не из этих вот кустов проходил по дорожке а здесь стоял дом извините потому что утро и чтобы сюда добраться мне прошлось пройти около 10 плюс-минус километров но не об этом хочу назвать 25 лет назад я в это же время в это же время выходил и шел в школу мой путь пролегал по разным локациям очень разнообразным друзья это не то что ходить по городу локации очень разнообразные у меня были это я спустя определенный промежуток времени до этого догадался сейчас друзья 7 часов 15 минут и добра по утро и добро пожаловать в новый влог в поисках детства 2 поход в школу и 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 Ну что ж, друзья, я и на 30% наверное не раскрыл всех тех историй. Ну что ж, а мы приступим. Я немного ошибся, но подошел, чтобы собаке не гавкали и не портить впечатление. Вот рядом с этим забором, с этим домом был большой забор. Он находится вот в этих кустах. В этих кустах находится и тропинка проходила как раз по меже. Ну что ж, а мы пойдем. Не знаю насколько будет все прекрасно, но, друзья, будем надеяться, что никакие помехи, ничего нам не помешает. По мере прохождения, посмотрите какой сегодня густой туман. Прямо очень-очень густой туман. Кстати, я сейчас иду не на ту тропинку, по которой мы обычно ходили. Та тропинка немного заросла. Но когда было слишком мокро, мы все же сворачивали сюда. Отсюда было удобней месить грязюку. А если уж был слишком большой дождь, то приходилось идти и вон там впереди улица. И называется она Мира. И чтобы нам добраться, нужно было пройти через балку, через молитвенный дом, выйти. Вот я не помню, как этот магазин назывался, где нас надурили, когда мы бутылки сдали. Когда мороженое вместо 6-7 штук нам дали 3 штуки. То ли 10-й, то ли 15-й. Вот в конце мира, кто смотрит, напишите, как называется этот магазинчик слева. Если по миру спускаться слева. А вот это знаменитый проход. Сейчас я немного телефона уберу с рук. И выровняю камеру. А вот это, друзья, знаменитый проход между деревьев. Между посадки. Она длинная. И выходит она аж в самое начало поселка Ольховщик. Настолько она длинная. А раньше здесь все было полностью в огородах. И возле этого столба к нам был наш огород. А там мы когда-то в этой посадке сидели, клевали подсолнух. И мама возвращалась с работы. И какой-то мужик орет, что они сорвали у меня подсолнух. И этот подсолнух, я, друзья, помню, спустя 30 лет своей жизни мы его не срывали. Но звездюлей мы за него получили. А здесь я когда-то на вот этом вот высоком дереве, вон он стоит, самое высокое, рубал ветку. И пришел гапон и отобрал у меня топор. Мы шалашик строили. И нужны нам были очень длинные палки на тот момент, казалось. И он забрал топор. Но бабушка потом через время все же до него сходила и забрала этот топор. Итак, друзья, вот этот вход, который мы прошли, своего рода портал из моего детства. Просто портал. Здесь вход на первую локацию. Локация называется Поле. Да, друзья, Поле. Оно как раз находится на участке между Ольховчиком и 15-й. Друзья, так что я сейчас нахожусь, получается, в двух местах одновременно. Однажды зимой буду не отвлекаться, а рассказывать истории. Это будет интереснее. Когда-то по полю мы возвращались опять же со школы. И до нас привязалась высоченная такая собака. Здоровезная, белая. Она поначалу с нами игралась. Но чем ближе мы подходили домой, тем агрессивнее она начинала себя вести. И, представляете, она меня укусила. Пришлось вызывать врачей. Врачи посмотрели, сказали, что вам повезло. Но царапнула через зимнюю одежду. И с вами как бы все нормально. Не стоит переживать. А если хотите, то тогда нужно делать 40 уколов. Вот так. С этого поля мы набрали как-то однажды на халабуду возле дома, который я сейчас показывал. Нету одни кучери. Рядом с его забором строили халабуду. Набрали соломы и натянули там сетки, сетка, какие-то веревки. Что-то было. О, первый, первый клиент идет мой. Натянули сетки, веревки. И между этих сеток понавтыкивали соломы. И потом что-то мне захотелось развести кастрик внутри. А у Паншиных была собака. Звали ее тогда Шериф. Давайте пропустим тетечку. Звали ее тогда Шериф. И развели мы, значит, костер. Развели мы, значит, костер. И внутри он так резко перекинулся, получается, на стенку. Что начала стенка прям полыхать. И, получается, погорел весь забор. Забора просто не стало. Прописали нам, конечно, тогда за это. Очень хорошенько. И я такой подбегаю, еще говорю. Папик собирается на работу. В третью. И он такой говорит, что случилось. Я говорю, папочка, папочка, ничего не случилось. Все хорошо. Но, как вы понимаете, папу папочка я никогда не называл. Наверное, как и многие. Единственное, может, в детстве только. И папик понял, что что-то тут неладно. Так, ну а сейчас мы подойдем к еще одной локации. Называется она Ставок. Ставок в свое время был очень классным, очень крутым. На нем собиралось очень большое количество людей. Особенно в жаркие года. Есть года такие, которые особенно жаркие. И вот в эти жаркие года здесь, на всех этих буграх, был полностью лют. С ковриками, с покрывалами, кто с чем. Здесь даже одно время приезжали, стирали на дамбочке ковры. Как вот на Виктории. Тоже дамба есть. А здесь она немного неудобна. И даже собак приходили, купали. Но на тот момент это было не так опасно, как сейчас. Потому что вода в Ставке сейчас застаивается. В том году такого не было. Сброс был полноценным. А сейчас даже можно видеть пару рыбаков на Ставке. Что-то ловят. Надеюсь, что это да. Кстати, когда-то здесь глушили рыбу. Откуда я знаю. Мы с братишкой когда-то шли в школу. И возле дамбочки внизу плавала вот такая вот рыбина. Вот такая. Сантиметров, наверное, 40-50 в длину. И я хотел ее палкой к берегу, чтобы забрать и быстро сбегать. Отнести ее домой. Но я только до ней дотронулся раза 4. И она сразу же оклыгала немного и уплыла. Это самая большая. Здесь было море рыбы. Море рыбы вот здесь плавало. И именно перед тем, как мы шли, слышали взрыв такой бух бешеный. Но когда сюда подошли, никого не было. Ну, либо кто-то спрятался, да уже в камышах. А раньше здесь этой шелковки не было. А вот чуть не поскользнулся роса большая. С этого склона мы часто катались на лыжах. На санках, на лыжах редко. Жека поломал, потому что лыжи не одну. На санках больше катались. А иногда мы сюда приходили. Здесь ребятня. Та, которая уже прокопала, если много снега было. Ребятня, которая прокопала горку. Поливала со ставка. Пробурили лунку, пробили. Палили это все. И ледяная горка была. Скорость была бешеная. Долетали. Очень далеко. Сейчас все мокро. Неудобно идти. И рыбак все задумывается. Чем же я занимаюсь? Сами понимаете, раньше вот такой вот травищи здесь не было. Вот это все, все было полностью вытоптано. И бугор вот этот, который раньше был полностью открытый. А сейчас он почти до самого низа зарос травой. Это не из-за того, друзья, что в этом году большие дожди. Из-за того, что здесь уже практически никто не входит. И скоро даже этот бугор, несмотря на то, что здесь скалы покроются обильной. густоты травой. Просто посмотрите, какая красота. Слева балка. Прямо столок. За ним поле. Столбы вон, по которым мы лазили. Та, это все красотища неописуемая. И передать ее невозможно. И здесь, кстати, еще поменялось. Раньше такого не было. Спуск. Полностью весь размыло. Гигантским таким оврагом теперь кажется. И раньше я ходил, тропинка была с левой стороны. Сейчас ее тоже, к сожалению, нет. Иду по другой, под деревом. Дерево, кстати, как стояло, так и стоит. На моей памяти, в моем детстве оно было. И сейчас стоит этому дереву более 50 лет. Вот вон и абрикоса. Всегда мучила меня тема. Здесь было грязище после дождя. И приходилось немного обходить. Но так как выходили плюс-минус для детских ножек впритык, наверное, как все делают, то получалось, что нужно было срезать всевозможными путями. Доброе утро! А вот начиналась первая улица на нашем с братом пути. Немного запыхался. Надо приостановиться, передохнуть. Вот видите, только петушок кричит. Вернее, наверное, продолжает кричать. Да, друзья. Что здесь такое стоит? Все поменялось. Сюда я ходил очень редко. Ходил в основном вот так. Вот так с вами и пойдем. Проведу вас по моим школьным тропам. И сам вспомню. Для меня это очень важно. Представляете, четверть века назад я ходил в школу именно по этому пути, по этим дорогам. Нужно же и рассмотреть все. Не только вспомнить, чтобы рассказать, а еще и посмотреть самому. Да. Здесь, кстати, деревья, понятно, все они побольше были. Здесь вот раньше было дерево с правой стороны возле заборчика. О, котик греется на солнышке. Привет, котик. Ух ты! Дорога. Раньше через кусты вот здесь был проход. А дороги этой не было. Ну, пойдем по дороге. Еще из детства. Я, конечно, не подготовился, что очень плохо, но то, что я вижу, сразу вспоминаю. Здесь раньше был сад и куча тропинок здесь было по этому саду. И однажды после большого ливня мы с Максом возвращались со школы домой и он в деревьях, ну, как в деревьях, в плодовых деревьях ручеек. В этом ручейке нашел нож-бабочку. Такая классная, раскладная, вся новенькая, кто-то потерял. И мы нашли, представляете, в то время, сколько оно стоило. И я, несмотря на то, что это нашел Макс, поменялся со своим дядькой, дядькой Андреем. У него был на то время фломастер. Таких фломастеров я на рынке никогда не видел. И у него вот был этот фломастер зеленого цвета. И я поменялся с ним. Он очень не хотел, а я немного приврал, сказал, что у меня в школе у знакомого такой же фломастер, только другого цвета. и то есть поменяюсь на него, если он не захочет. Через время он, конечно, поломался, а нож бы остался как реликвия. У меня много игрушек всяких с детства, которые дороги мне. я их не выбрасываю. А ну, подкорректируем камеру. Вроде все хорошо. Что же, пойдемте дальше. А кто знает, что это за дерево. Смотрите, какие ягоды. маслина. друзья, маслина. Раньше возле вставка была куча маслины. И иду, кстати, я по этому асфальту не ходил. Раньше с левой стороны была тропинка. По диагонали она делила этот участок. здесь сейчас видите, что какие-то раскопки никто не ходит. Вот так вот тропинка была и прямиком на улицу. Сейчас выходим еще на одну улицу. Я, конечно, в детстве мне это никто не рассказывал. И по географии у меня с натяжкой было 4 друзья. Так что с правой стороны у нас находится 15 школа. прямо по улице живет Колян Подоляка. Калек привет. Но скорее всего ты не смотришь. Поворот налево выход к магазину. По вот этой улице я возвращался со школы. А с левой стороны я всегда ходил в школу. Поэтому пойдем так же как и ходили. Извиняюсь. Конечно пейзаж совсем не такой. Вот здесь с правой стороны раньше была шикарная такая шелковица шелковница. Кстати смотрите она до сих пор растет только не такая высокая листья. Посмотрите какие гигантские. Прямо царь всех шелковиц или королевна. Вижу надпись на улице. Сейчас посмотрим. Я конечно же вспомню ее название когда увижу. Пархоменко друзья. Улица Пархоменко. Видите сколько лет асфальт до сих пор такой же как и 25 20 лет назад. Ничего не изменилось. Все такой же качественно целый как и раньше. Нужно немного наверное сбавить темп. Так будет получше. С правой стороны магазин 15 что ли или 9 с этими магазинами вечно все путалось. У нас они назывались по своему мы их называли номера магазинов редко когда мы помнили. Заходил я сюда редко конечно в этот магазинчик. с левой стороны где повернул мужчина там живет мой друг к сожалению его нет в контакте а в других соц. сетях я не зарегистрирован зовут его дима зобов можно конечно пойти по шумной дороге мы по ней ходили но это такое занятие не очень классное опасное для детей но сколько людей собралось уже без 28 город оживляется все работают с 8 у меня рабочий день одно время начинался с 7 потом с 7 15 чуть чуть потом с 7 30 короче плавающий график и нужно перейти вообще на другую сторону так думаю будет правильно и вот друзья представляете дети школьного возраста сами мы начали ходить в школу с третьего класса без родителей со второго это уже практиковалось как бы взрослые а первый класс конечно водили в школу родители взрослые и вот по этой улочке дороги она кстати соединяет от площади Кирова и выходит до дороги которая идет на Ольховщик за 12 терриконом это друзья улица Тургенева если я не ошибаюсь Чигагарина не Тургенева то улица Тургенева Никогда бы не подумал что когда-то здесь пройдусь еще точно такой же дорогой слева слева у нас магазинчик которого раньше не было строительный называется стройбыт читаю по названиям на улице Тургенева 52 и рядом находится магазин Европа продуктовый ни разу не был а вот стройбыт был кстати Европа построена до войны посечена мне дедушка еще рассказывал царствуем небесным как во время войны падали здесь снаряды их конечно уже подлатали особенно дыры на полу а вот фасад остался в осколках в дырках ладно друзья не об этом я сейчас потому что это не из того так а что же у нас ездило тут что-то автобус какой-то все детство пол не проходил никакого автобуса не видел но здесь же шестерка ездила интересно она вот сейчас вообще ездит шестерка в город друзья кто в курсе напишите если вы уже досмотрели до сюда шестерка ездит в город в город вольховчик да наверное ездит ездит из других тоже поехала пятерка двойка единица все не ездят здесь можно было тоже друзья свернуть налево и пойти к пятнадцатому террикону но ходил я туда редко и поэтому туда мне не надо сейчас будем проходить улицу мира смотрите как оживился город вот с правой стороны у нас улица мира и идет она далеко туда почти под викторию а вот с левой стороны а вот и лыча кстати одна из них растет высотая почти как елка ничего себе желтая лыча мы с Димоном здесь часто останавливались поднимали падальшни почему падальшни потому что падальшни самые сочные из всех они прям обалденные тут и так пройти негде еще эта трава сюда забирает целый метр а из-за плохого качества покрытия водители стараются ямы проезжать максимально правей по своей стороне из-за того что плохое покрытие дороги иногда смотрю на камеру не перегрелось потому что она у меня никогда столько долго не снимала в таком качестве сейчас друзья вы можете наблюдать этот влог в качестве 2.7 к 60 кадров в секунду впереди идет чувачок в синей футболке ну мы так парней называли кто в курсе похож на моего знакомого на Игорька нет но это не он а внешне внешне похоже идут улыбаются это хорошо вот так и осталось вот здесь по левую сторону возле этого дома можно было в детстве немного свернуть чтобы машины на тебя не так ехали кстати приблизительно трафик такой же как и в детстве может чуть-чуть чаще проезжает машина я друзья конечно думал что люди начнут смотреть меня это как-то немного задезморалит но у меня настолько сейчас классные воспоминания классные впечатления от вот этого всего что мне кажется ничего не помешает ничего не испортит мое настроение мои воспоминания прямо никогда не ходил потому что это добавляло лишнего времени добавляло лишнего времени и был проход раньше этих плит не было был проход он вот так вот шел как раз выходил к тополю и там будет подстанция рядом с этой подстанцией я выходил на площадь Кирова а сейчас о видите даже с одной стороны лучше покажу вам кинотеатр кинотеатр Кирова я даже друзья успел в нем побывать до того как он закрылся там при входе был буфет направо так поворачиваешь буфет но я был в одном кинозале там говорят что два было направо буфет такой а налево вход в зал и зал конечно друзья был гигантский не знаю может конечно он из воспоминаний у меня такой зал именно гигантский мне кажется как будто два дека вот где-то такой но может быть это всего лишь детские воспоминания а вот друзья и площадь первого здесь раньше вот был заборчик заборчика нет уже Димон зимой здесь нашел 10 5 45 или 35 копеек вы представляете я проходил мимо не заметил а Димон идет говорит что это там блестит и нашел 45 копеек а 45 копеек это друзья мои ого если жвачку можно было купить копеечек за 10 да возле этого памятника кстати мы фотографировались на выпускной с ребятами а вот возле этой елки сосны наверное ель меня мама фотографировала с дипломом если найду вставки обязательно сделаю ну и сам кинотеатр конечно давным-давно закрыт ну что пойдемте дальше по по л вы а что это вы вы как вы что Раньше здесь на Кирова было много киосков, здесь вот киоск был, можно было купить от жвачки до терки. Или карандаша, вон смотрите сколько автобусов остановилось, можно как раз посмотреть, сколько людей все-таки живет в городе. Многие пишут, хотели бы посмотреть на тот или иной район, но банально времени не хватает ни на что. Ну что, пойдем друзья, смотрите как опустились липы раньше, раньше конечно был проход повыше или я был пониже, что-то одно из двух. А здесь трещина, ну как и в моем детстве. Кстати, здесь стало посветлей, посветлей из-за того, что липы выше стали и поэтому светлей получается здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот именно так я и заходил в первой школе. А слева мы проходили, был садик, в этот садик ходил мой брат и потом он сразу же перевелся сюда. А я в садик ходил, как описать, в городе, обшаркать камни. Да, сколько воспоминаний. На втором этаже кабинет английского языка. На первом слева кабинет музыки. Мы иногда туда заходили, иногда он там проводился, но вообще музыка была в другом кабинете. Сколько звездочек всяких можно зафоткать. Прикольно. И вход при входе. При входе налево продавали. Жвачки всякие. Наклейки. Было прикольно. Терки, ластики. Кот сидит ждет. Выпуск 2019. Да, и сколько мне понадобилось времени. Сейчас 7.58. 7.56. Больше, конечно, времени, но я останавливался. Кое-где, что снимал. Рассказывал. А так, в основном, мы приходили без 15. С 42 по 52 минуты. Все зависело от того, где мы проходим и, конечно же, какая погода. Прошел ли дождь или не прошел. Может, где-то на пару секунд содержались тоже. Да. Выпуск 2001 года. 9-й Б-класс. Пойдемте, друзья, еще как бонус расскажу еще пару историй, так как к школе уже дошел. Здесь, кстати, мы выстраивались, когда на День Победы шествие ветеранов было. Они шли от площади Кирова, я не знаю, до Русинского вон они доходили и куда они девались, я, к сожалению, не знаю, так как школьнику это было неинтересно. И нас в этот день просили принести цветы, у кого тюльпаны, ромашки, у кого что было. У некоторых даже на тот момент пионы были к 9 мая, какие-то ранние, конечно. И вот ветераны идут и большинство начинают уже дарить возле площади Кирова. Все отдают первым, первым, первым. Представляете, сколько их на тот момент шло. Все отдавали первым рядам. А я стоял, дожидался, пока подойдут дальше те, кто без цветов. Здесь мы убирали территорию, одно время просили взять веники или грабли. Что хотите, то и берите. Либо веник, либо грабли. Ну и у нас так получалось, что 50 на 50 брали веники и граблей. Этот бугорок мы убирали, а за школой находится здание, оно отдельно стоит. Там уроки трудов проводились. Все монументы на своих местах, смотрю. Все как было, так и осталось. Немного, конечно, подбелить. Было бы получше. В некоторых кабинетах окна пластиковые, в некоторых нет. Давайте пройдем вот так вот, а если что, обратно пойдем. Через школу сделаем кружок. Направо можно пойти и выйти к семи этажке. А налево парк тоже. Эх, каштанчики, каштанчики. Анатолия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...